13 машин большой вместимости в том числе поставят на рейсы и в музыкальном микрорайоне. Об этом стало известно на приёме граждан у губернатора. С просьбой увеличить количество общественного транспорта к Вениамину Кондратьеву обратился местный житель Евгений Ляшенко. Не хватает нормальных вместительных автобусов. Ситуация осложняется вечером, то есть зимой после шести. Все стабильно вызывают такси в основном, кто с маленькими детьми. В городской администрации после приёма граждан к губернаторам тут же приступили к решению проблемы. Глава региона также потребовал от мэра разобраться с монополией на рейсах так называемых маршруток. Если бы проблема была только с автобусами, ну и с маршрутными такси, там тоже проблема. Я просто, коллеги, наверное, не надо нам лоббировать определенных перевозчиков и давать преференцию, только вот он встал на маршрут, и вот только он, и только его маршрутные такси. Он жалуется на то, что сегодня каждый хочет получить маршрут, каждый хочет заниматься перевозкой. Вопрос только не то, что не каждому это можно доверить. Ну и в том числе и не нужно лоббировать того, который почему-то вот стоит на этом маршруте и никого на него больше не пускает. А страдают люди. Проблем-то с маршрутками не должно быть. На приём к губернатору приехали не только жители Краснодара. Кристина Чернышенко из Крымского района попросила отремонтировать дорогу в станице Троицкой. По словам девушки, в порядок участок приводили в 2012 году, но машины уже успели разбить асфальт, что мешает безопасному проезду автомобилей. У нас, как правило, сделали ремонт, завершилась стройка и всё. И больше подрядчик никакой ответственности ни за что не несёт, в том числе и за качество. Если претензии, о которых сегодня говорит Кристина Николаевна, на самом деле вызваны некачественными работами подрядчика, то больше выделять бюджетные деньги на то, чтобы опять ремонтировать эту работу мы не будем. Просто за счёт собственных средств её и ремонтируем. Иначе мы никогда денег не напасёмся в бюджете, даже в дорожном фонде, на бесконечный ремонт, бесконечный ремонт дорог. Вот, знаете, на строительстве и ремонте кубанских дорог никто зарабатывать не будет. А если кто будет браться за их ремонт и строительство, то они будут делать качественно. Министр транспорта Краснодарского края пообещал проверить подрядчика, который занимался дорогой в станице Троицкой. Её капитальный ремонт начнётся в следующем году. Тогда же выделят деньги и на реставрацию бассейна в спорткомплексе станицы Новоджирелиевской. Об этом губернатора попросила семья Бабич из Брюховецкого района. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В районе...